я оглядываясь на пройденный путь все чаще думаю о том что на всю жизнь меня привязали две темы земля и война вернее человек на земле и человек на войне виталий закруткин виталий закруткин родился 27 марта 1908 года феодосии в семье сельского учителя ему исполнилось два года когда семья переехала в тамань где он рос у своего деда в деревне позднее закруткины обосновались в молдове а затем в украинской деревне екатериновки родители александр михайлович и мария николаевна учительствовали но главным семье в ней росли четверо детей оставался сельский труд уважение которому будущий писатель сохранить на всю жизнь детям закруткин их рано пришлось познать этот тяжелый крестьянский труд с десяти лет вместе с братьями виталий уже ходил за плугом косил хлеб водил лошадей ночное маленький шустрый паренек еще не догадывался в ту пору какое богатство накапливалось в его сердце что его цепкая память бережно сохранит это богатство для чуткой души художника начал писать закруткин со стихов с откровенного подражания любимой им лирики есенина в 1930 году семья закруткиных переехала на дальний восток где родители продолжали преподавать и сын решил последовать их примеру затем он экстерном сдал экзамены благовещенском пединституте а в тридцать третьем году был принят в аспирантуру ленинградского пединститута имени герцена пришла пора зрелости успешно защитив диссертацию закруткин получает назначение в ростовский пединститут заведующим кафедрой русской литературы на его лекции ходят не только филологи но и студенты со всех других факультетов их привлекает эрудиция и особый взгляд молодого преподавателя на литературу здесь же в ростове закруткин впервые обратился к художественной прозе написав и издав еще до войны повесть академик плющев потом была война фронт 56 армия куда доброволец закруткин попал в качестве военного корреспондента газеты красный кавалерист куда только не приводили дороги войны закруткин побывал на шести фронтах участвовал штурме берлина и никогда не расставался со своим дневником содержание которого легло потом в основу большой книги о войне кавказские записки майор закруткин вернулся с войны потертой шинели с неизменной полевой сумкой где лежали фронтовые записи и с боевыми орденами нужно было начинать новую жизнь и виталий александрович принял решение отдать себя целиком писательскому труду покинуть город и поселиться в станице качетовской что он и сделал сорок седьмом году в качетовской писателем были созданы самые знаменитые его произведения подсолнух плавучая станица сотворение мира матерь человеческая светлозоревый мать сыра земля и последняя повесть на золотых песках он жил среди героев своих книг и близость к этим людям на протяжении десятилетий давала ему силу как художнику особой страницей в творчестве виталия закруткина стоит повесть матерь человеческая история простой русской женщины марии виталий александрович воздал ей должное за ее неустанный труд за любовь к людям и милосердие за материнское терпение за пролитые слезы за все что пережила она и совершила во имя жизни на любимой нелегкой земле мария и живой человеческий характер и одновременно символическое воплощение той матери человеческой в образе которой и наша вера и наша надежда и наша любовь это гимн женщине прекрасному символу жизни и бессмертия рода человеческого в основу повести положен реальный факт ранней весной 1943 года военкор закруткин вместе с шофером случайно оказался среди развалин безлюдного хутора машина уже почти проехал через все руины как вдруг из какой-то темной норы выскочил голый мальчишка лет четырех а следом за ним из той же норы выползла еле прикрытая лохмотьями молодая женщина она рассказала как фашисты угнали всех хуторян а хутор сожгли ей самой удалось спрятаться в кукурузе когда вернулась в хутор он уже был пуст женщина и ее ребенок поселились в погребе и прожили среди руин глубоком немецком тылу больше года судьба этой женщины взволновала писателя в перерывах между боями он написал рассказ о живем и мертвом где пытался запечатлеть все что увидел война продолжалась и другие не менее драматические события заслонили в памяти образу встречены женщины после войны прочитав рассказ закруткин признал его неудачным и решил его переписать в 1958 59 годах писатель переделывает рассказ вернее на основе его центрального сюжета создает новое произведение повесть матерь человеческая в нем передана судьба русской женщины оказавшейся в разоренном и сожженном немцами хуторе эту женщину я не мог не имел права забыть так и начинается повествование автор повести считает то что пережила мария русская женщина не менее трагично и не менее требует уважения поклонения и почитания говорить о виталии закрутки не можно много но лучше всего взять в руки его книги и начать читать